Друзья, всем привет! Давайте сварим вкусное вишневое варенье с косточками. Варить варенье мы будем в собственном соку. И для этого нужно, чтобы вишня пустила сок. На дно варочной посуды высыпаем немножко сахара и выкладываем часть вишни. Затем снова сахар и вишня. Таким образом выкладываем всю вишню и весь сахар. В составе ингредиентов указано два значения сахара. Если вишня кисловатая, берите побольше. Если сладкая, то поменьше. Верхний слой желательно, чтобы был из сахара. В таком состоянии оставляем вишню с сахаром на ночь. За это время она пустит сок. Итак, вишня с сахаром у нас простояла всю ночь. Перемешиваем ее. Стараемся при этом минимально травмировать ягоды. Как можно видеть, вишня выделила небольшое количество сока. И весь сахар у нас увлажнился. Вишню с сахаром ставим на самый маленький огонь. И часто перемещаем ягоду, для того, чтобы выделилось побольше сока. Таким образом нам нужно растопить весь сахар. Стараемся минимально травмировать ягоды. Для этого просто их приподнимаем и опускаем. Пока растапливаем сахар, часто помешиваем, чтобы сахар не горел на дне. После того, как сока появится достаточно много, можно прибавить огонь, чтобы побыстрее довести варенье до кипения. После закипания выкладываем две палочки корицы и варим ровно 5 минут. Пенку пока не снимаем. Чтобы не травмировать ягоды, поменьше их перемешивать, просто отодвигать от стеночки, чтобы они прогрелись равномерно. Кипение не должно быть сильным, но такое слабо умеренное. Через 5 минут выключаем газ и убираем варенье с горелки. Таким образом остужаем его в течение 5 часов и будем делать вторую варку. После того, как варенье полностью остынет, ставим его на огонь вторично. Точно так же купаем ягодки. Сильно не перемешиваем, чтобы их не повредить. После того, как варенье закипит, варим его снова 5 минут. Пену пока не снимаем. Ягодки также отодвигаем от края, чтобы они прогрелись равномерно. Как можно видеть, пены совсем немножко. Будем снимать ее в третий раз. А сейчас выключаем газ и убираем таз с вишнями с горячей комфорки. Оставляем снова на 4-5 часов до полного остывания. Ставим таз на огонь в третий раз. Довоим его до кипения и варим 5 минут. Если будет появляться пена, ее снимаем. Пена образовывается совсем немножко, но ее необходимо собрать. Варенье готово. Выключаем газ. И сразу же горячим разливаем его по чистым стерилизованным банкам. Заполненные баночки закрываем крышкой. Крышка также должна быть пристерилизована. Варенье получается кисло-сладким, без преобладания одного из вкусов. Сироп после остывания становится похожим на желе. Все вишни остались цельными, ни одна не пострадала. Друзья, надеюсь, что рецепт вам понравится и вы приготовите по нему. А я сегодня попрощаюсь со всеми. До новых встреч! До новых встреч!